Добрый вечер! Это опять я. Такой радостный светлый день сегодня солнечный 22 градуса Indian summer. It sounds like music to me. Просто звучит как музыка для ушей. Очень красиво везде. Все радуются опять. И главное, что сегодня пятница и начинается последний длинный уикенд в этом году. Праздник Thanksgiving, день благодарения. В понедельник все канадцы собираются за праздничным столом и поедают индейку. Такой хороший праздник, сытный, хорошее время. Ну а я со своими друзьями завтра отправляюсь в путешествие. Вообще, надо сказать, что путешествуем здесь очень много, потому что в Канаде путешествовать легко и приятно. И недорого, что тоже немаловажно. Кругом по всей стране устроены так называемые кэмп-гранд, палаточные городки. И вот, схватив палатку и спальный мешок, мы обычно отправляемся на выходные дни за город. Проехать, надо сказать, надо много, потому что расстояние здесь везде большое. Но зато красота везде. Вообще, Канада страна необычайно красивая. Это страна озер и водопадов. Все знают про Ниагарский водопад в Канаде, но это совсем не значит, что это единственное. Водопадов вокруг Ниагарского еще больше тысячи. Они, конечно, не такой мощи и силы, но тем не менее, тоже необычайно живописные. А озера – это такие чистые, такие кристально чистые водопады озера. Но вот завтра мы едем в Бонеко. Бонеко – место, куда мы едем почти каждый год и обязательно осенью. Потому что нигде в Канаде нельзя увидеть такого буйства красок, как Бонеко. Недаром именно там жили знаменитые канадские художники, так называемая группа Seven. Семь художников обосновались там где-то лет сто лет назад или меньше. Хорошо обосновались там, сохранился тон, где они жили. И, конечно же, им там было, что писать. Ну вот, мы собираемся провести там три дня, весь этот длинный уикенд. Там много пешеходных дорог в лесу и, опять-таки, очень красивое озеро. И все это чистое, ухоженное. Как это все здесь получается так, я до сих пор не могу понять. Куда не поедешь. Безде чистые озера. Причем такие чистые, что даже не верится. До середины озера доплываешь и видишь камушки над ним. Вот эта канадская красота открылась мне не сразу. В общем-то, я и полюбила канаду после того, как стала выезжать из города. А когда сначала приехала в Торонто, была очень разочарована. Что это за окон после Москвы? Москвы, которая была моим городом. Это был город, где я знала буквально все. Где какая церковь стоит, где какая когда-то стояла, и как она держала угол, и какая была перспектива. Я была в Москве, как у себя на кухне, как рыба ходила. И вот я приезжаю в Канаду, приезжаю в Торонто. Ничего не понимаю. Какие-то дома стоят редками. Ну, какие-то по лучше, какие-то похуже. Центр города. Даун-даун, как и везде в Северной Америке. Огромные, высотные здания. Все это блестит, переливается. Красиво, но как-то совсем без... И вообще ничего, ни с чем не сочетается. Эти дома выглядят таким контрастом по отношению ко всему городу. Все это приводило меня в какое-то состояние грусти, растерянности. Я жила в Даунтауне, в отличие от многих русских, приезжающих в Торонто, которые любят жить на селье города. Это так называемый русский район. У меня так сложилось, что первую свою работу я нашла в Даунтауне. И так в Даунтауне до сих пор живу. И бродила по городу очень много. Просто привыкла к этому еще в Москве. Хотелось видеть город, хотелось его почувствовать. Город открылся не сразу. Прошло несколько лет каких-то таких тоскливых. Первые годы были наполнены таким напряжением. Нужно было как-то здесь понять себя в совершенно новом мире. Мир, который сначала казался мне настолько странным. Я помню, что в какой-то момент я поймала себя на мысли, что я вообще приехала на Луну. Все другое. Все не так. И люди не такие. Ну, я не говорю уже и про язык, и про выт, и про все. Какое-то ощущение, что ты живешь в совершенно другом мире. Это ощущение держалось долго. Я не могу сказать, что оно было очень приятно. Конечно, любопытного было много. Но ведь все очень познательно. Нам все надо знать. Было любопытно. А как это? А как то? И куда пойти? И как что? Ну, как то душа, душа была в Москве. Она никак не хотела уезжать из Москвы. Интересно, что когда я в Москве жила и думала о том, что я хочу уехать, а думала я об этом с молодых ногтей. Так получилось, что при советской власти мне очень не повезло. Чувствовала я себя плохо. В семье было много фрессированных. И очень многие вещи мне открылись еще с молоду. И я всегда мечтала о том, чтобы эту страну покинуть. В книжках я читала, что существует такая болезнь, ностальгия. Мне кажется...